В это трудно поверить, но Андрея Краско нет с нами уже 14 лет. Его жизнь оборвалась внезапно. Актер не дожил всего месяц до своего 49-летия. Краско ушел из жизни на пике своей популярности. Андрей родился в семье актера Ивана Краско и школьной учительницы Киры Петровой. Он рос очень болезненным ребенком. Для того, чтобы осуществлять за сыном полноценный уход Кире даже пришлось уволиться с работы. Тяга к актерству проявилась в Андрея в буквальном смысле с пеленок. Еще совсем крошкой он выбежал на сцену прямо во время спектакля, в котором играл его отец. Спустя некоторое время Андрей окончательно убедился в том, что он хочет стать актером. Однако его путь к успеху оказался дольше, чем можно было подумать. Поступить в Лгитмик сразу после школы Краско не удалось. В результате ему пришлось целый год проработать монтажником сцены в театре. Зато Андрей получил бесценный опыт. Он наблюдал за тем, что актеры выкладываются на сцене, и как взаимодействуют друг с другом. На второй год Андрей все-таки поступил в престижный театральный вуз. Сниматься в кино он начал еще во время учебы. Правда, роли были преимущественно незначительными. Краско очень радовался, когда ему дали первую главную роль в театре. Однако именно она на долгие годы поставила крест на его карьере. Образ милиционера получился настолько сатирично острым, что в наказание его отправили в армию. Профессиональный успех пришел к Андрею только в зрелом возрасте. Вернувшись из армии, Андрей долго перебивался различными подработками. В конце 80-х в кинематографе наступил кризис. Без работы остались корифеи сцены, не говоря уже о начинающих актерах, которые не знали, где себя применить. Зарабатывать на свой кусок хлеба Андрею пришлось, работая на заводе, и делая оградки на кладбище. Кроме того, для того, чтобы свести концы с концами он подрабатывал таксистом, делал ремонты, шил одежду. В целом, занимался всем, что могло принести хоть какую-то копейку. Краско никогда не гнушался никакой работы. Однако в это время он пристрастился к алкоголю. Коллеги актера утверждают, что в минуты отчаяния он в буквальном смысле топил себя в бутылке, прожигая не только душу, но и тело. В середине 90-х Андрей устроился шофером на киностудию. В какой-то момент его стали замечать режиссеры. Типаж Краско стал востребованным в кино. Начинал Андрей с эпизодических ролей. Переломным моментом в его карьере стала роль в сериале «Агент национальной безопасности». Это был настоящий звездный час Краско, который позволил ему укрепить свои позиции в отечественном кинематографе. После этого предложения от режиссеров стали поступать одно за другим. Андрей стал по-настоящему востребованным актером. На волне своего успеха он снялся в таких знаковых проектах, как «Сестры», «Олигарх», «Участок», «72 метра», «Диверсант», «Девять рота», «Гибель империи», «Грозовые ворота», «Сволочи», «Я остаюсь» и «ДР». Ровно 10 лет Краско проработал в бешеном ритме постоянных съемок. Он мог не бывать дома по полгода. Бывало так, что Андрей одновременно снимался в трех-четырех проектах. Напряжение он снимал уже проверенным способом – спиртным. Очевидно, что друзья и коллеги актера переживали относительно того, что он работает на износ. Имея слабое здоровье, ему категорически нельзя было пить, и уж тем более впадать в затяжные запои. Он и сам понимал, что рано или поздно все закончится плачевно. В один из дней Краско резко стало плохо. В то время он находился на съемках сериала «Ликвидация» в Одессе. Друзья отвезли его в больницу, но спасти его медикам не удалось. Актер скончался 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности. По словам Ивана Ивановича Краско, ему ни в чем упрекнуть медиков, так как его сын сам себя сгубил. У него была астма и больное сердце, а он продолжал работать без отдыха, периодически заливая все алкоголем. А вы помните фильмы и сериалы с участием Андрея Краско? Пишите комментарии, и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!